Агрономы, философы и машиностроители. К таким профессиям больше всего склонны алматинские выпускники этого года. Данные выявили специальные тесты на профессиональную ориентацию. Их проводят в Центре новых технологий. Результаты вывели из нескольких тысяч пройденных тестирований школьников. Чтобы определиться с выбором будущей профессии, каждый день во дворец школьников приходит более полусотни подростков. 100% нельзя гарантировать, что по прохождению тестирования профориентационного ребенку необходимо по этой профессии идти. Это служит как дополнительным инструментом для выбора профессии. В Центре уже работают над другими методами, призванными помочь школьникам в выборе будущей профессии. Сейчас создают так называемые профессиограммы и даже пытаются по отпечаткам пальцев определить профессиональную направленность. В Казахском национальном университете тоже активно применяют современные технологии. Второй год подряд встречи с абитуриентами проходят в режиме онлайн-конференций. Ребята есть, но как этот процесс будет развиваться? Теоретически он не может не развиваться, потому что растут информационные технологии, развиваются. И, соответственно, мы рассчитываем, что это позволит информировать потенциальных студентов о наших возможностях и позволит им сориентироваться в выборе специальностей. Несмотря на обилие методик, самое популярное у подростков объяснение при выборе вуза – желание родителей и за компанию с друзьями. Руслан, например, питает склонность к юриспруденции и медицине, но выбор за выпускника делает его семья. Мама юрист, и она не советует вообще. Я больше всего расположен к медицинскому, но, как я отказался уже, я хорошо смотрю на юриспруденцию. К слову, тех, кто работает по специальности, в нашем городе примерно половина. Согласно исследованиям алматинских социологов, четверть жителей города вообще не пригодились знания, полученные в университете. Эксперты видят в этом и плохие, и хорошие стороны. Мы должны учитывать наше время, время профессиональной мобильности. Поэтому здесь молодежь очень подвижна в этом отношении. Иногда они могут найти ту работу, которую по душе. Поэтому здесь есть негативная сторона, но есть и положительная сторона. То есть молодежь открыта к действиям. Самые перспективные профессии социологи тоже определили. Это инженеры, технологи и IT-специалисты. Особым спросом на рынке труда по-прежнему не пользуются юристы и бухгалтеры.